Добрый день! Сегодня я хотел бы вам рассказать о северном гамбите, как традиционно на примере своих партий. Вначале северный гамбит возникает из открытого начала. Вот, что хотелось бы сразу сказать. Этот гамбит я, в общем, рекомендую играть в пулю, ну, может быть, максимум, блиц, по 3 минуты. Но дальше уже черный, в общем-то, это уже известный дебют, и черный, в общем-то, в блиц, конечно, его играть, если не знаком с теорией, противник, играющий черными, все-таки будет трудновато. Но, тем не менее, мы опираемся на игроков хотя бы второго, первого разряда. Они уже, конечно, должны знать, как черные уравнивают. Итак, этот дебют только для блица. Итак, я играю белыми, пулю, 60 секунд, рейтинг у соперника 1920, достаточно, все-таки, не совсем уж слабый, как можно сказать, что прямо что-то слабый, слабый. Все-таки, нормальный рейтинг, вот. Итак, первый ход Е4, Е5. Мы ходим Д4, ЕD. И еще отдаем пешку. Выводим слона. Противник берет третью пешку, вот такой вот прожорливой. И получается северный гамбит в своей красе. Итак, мы отдали три пешки. За инициативу наши слоны очень красавцы. Они на идеальных, практически, позициях, особенно чернопольник. А у черных, как мы видим, не развита ни одна фигура, за исключением слона, который может дать шаг на Б4. Ну и ферзь тут тоже, в общем. Тем не менее, наши фигуры белых, конечно, активнее. Но все-таки мы отдали три пешки. Итак, что было дальше? Ф6. Ферзь Б3. Д5. Бьем. Шах. Шах. И мат. Итак, вот такую партию я сыграл на ЧС-кубе. Почему я ее выбрал? Я играл много партий в Северного Гамбита. Не все выигрывал. Большинство, наверное, выигрывал. Они заканчивались не так быстро. Но это, наверное, можно сказать, особенно правильно, особенно хорошо показывает все идеи Северного Гамбита. То есть, закончилось всего лишь в 10 ходов. Конечно, противник ошибался. Но мы сразу и оговорились, что дебют для Блица, естественно, за 60 секунд, не знающий теорию, вряд ли сделает правильные ходы. Но этот дебют надо катать, надо играть. Партии 100, 150, 200, возможно. А лучше больше сыграть, чтобы чувствовать все идеи помимо... Ну, здесь идей немного в развитии слонов. Ферзя иногда слон выходит на... Не на Б3, допустим, а на... Может быть, на Д5. Тоже с хорошей угрозой. И так далее. Ну, тем не менее, партия закончилась матом. Что еще хотелось бы сказать. Этот дебют еще носит название датский дебют. У нас он называется Северный Гамбит. Начали его играть в середине 19 века. Даже в второй половине. Одним из первых его применял Цикертор, известный шахматист. Его применяли и Дшиферс против Чигорина. Иногда успешно. Вот. В наши дни, конечно, в наши дни он практически не встречается. Встречается только в Блице. Потому что черный уравнивает. Мы об этом, если будет интересно, мы расскажем в следующих уроках. Вот. И так играйте. Это дебют Блиц, Северный Гамбит. Очень-очень хороший дебют. Для развития комбинационных навыков. Всем счастливо. Пока.